Затрачивается максимум 10 ватт на селеноидной катушке, но с вала снимается больше. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Андреал. В общем, сегодня, друзья, мы будем смотреть БТГ-генератор, который сделан в гараже. В общем, сегодня посмотрим очень интересный видос. Человек сделал настоящий БТГ-генератор, объяснил его принцип и выложил всё это в сеть. В общем, давайте приступать. На моём канале вы можете увидеть технологии, которые запрещены, либо не пускаются в свет. Это, друзья, будет первое видео на моём канале Рафаэль Андреал. Запретные технологии или запрещенные технологии. В общем, сподвигло меня на создание этого канала, ребята, блогер под названием Андрей Тильтха. Многие его хаят, многие ему верят, в общем, много всяких. Но я подумал, что почему бы и нет. Нужно развивать БТГ-технологии, нужно пытаться делать сверхъединичные технологии, например, как вот светодиодная лампочка, да? Потому что кто бы её придумал, если бы не такие, как мы, например, БТГ-шники. В общем, давайте смотреть наше первое БТГ. Поехали. Итак, друзья, мы плавно перемещаемся на экран монитора. В общем, здесь вы видите папку, в которой собраны все данные по этому БТГ. Называется New Look БТГ. В общем, давайте посмотрим фотографии и разберём, как это всё дело выглядит. В общем, сделано из дерева, используются магниты. Выглядит вот достаточно интересно. Используются простенькие магниты. Я бы не сказал, что это очень сложно сделать. Поэтому я и решил снять про это видео. В общем, вот такие картинки у нас будут прилагаться, например, к этому БТГ-генератору. Ссылочки я оставлю, как всегда, в описании. Далее, ребята, составил вот такой файлик. Называется информация. Здесь мы видим ссылочку на YouTube канал автора. Это обязательно название канала. Некоторые названия видео. Если вдруг видео будут удаляться какими-то службами. Потому что вроде это всё смешно, друзья. Но советую вам тоже всё это скачать, если хотите сделать подобный аппарат. В общем, вот такие теги у нас расположены. БТГ свободной энергии. БТГ Романова и так далее. Тесла и так далее. Беступливные, бесплатные генераторы. Теперь, ребята, посмотрим, какие видео выложены на этом канале. По созданию этого БТГ-генератора. Первая мощность БТГ. Это как бы подразумевает собой теорию. Как всё это дело работает с точки зрения автора. Далее идёт уже идея. То есть, как он конструирует свой аппарат. Да, вот первое видео. Потом идёт идея БТГ номер 2. Управление малым приводом. То есть, там уже автор рассказывает, как можно потенциально снять энергию. И при этом самозапит сделать. То есть, как это всё реализовать. В общем, давайте начнём с первого видео. И закончим последним. Поехали. БТГ-генератор имеет несколько вариантов. Есть вариант с подачей импульса и срывомагнитной линии косяка инь-янь, как его я называю. Есть механика. Есть кроме механики шатуна. На механике шатуна лучше делать целую эту пластину. Целую пластину ставить на подачу шатуна. Отдельно магнит не очень удобно работает. Там нужно продумывать. Следующий вариант получается простым. Принцип заключается в том, что если вы подадите сюда любое напряжение, магнит ещё, этот треугольный магнит уйдёт в сторону. Если разбираться дальше и посмотреть более серьёзно, мы возьмём два таких диска и идёт подача за счёт селеноида. А селеноид работает с 12 вольт. А у дисков мощность рассчитана на 220 вольт. Всё зависит мощность от ваших дисков. Может он быть небольшой, а может быть и большие мощности врубить. Дальше есть двигатель-генератор Муамара Ялзы, где работает генератор на разрыв магнитного контура. Магнитный контур, все видели грузозахваты. Нужно там посмотреть и прилепить механику ротора и статора, как это должно происходить. Далее, если вы хотите разобраться в этом больше и дальше, есть много факторов подачи этого нижнего магнита при помощи шатунный механизм, но эксцентриком. Подача эксцентриком, но надо смотреть и всё рассчитывать. Сделать его несложно. Единственное, нужно просмотреть, как вы хотите сделать. Либо варианты смотреть, прорабатывать, и тогда у вас получится то, что вы хотите. С этого работает 5-10 киловатт. Можно сделать, что это работает и идёт подача селеноиду, который перекидывает катушку слева направо сам магнит. И генератор раскручивается при помощи селеноида и вот этого вещи. Это всё равно, что вы сделали магниты по наклонной. Только здесь сделано вот так. Делайте, старайтесь, и у вас получится. Ну, в общем, я всё вам рассказал и показал. На канале у меня будет выходить, я не буду показывать никому аппараты, потому что нужно, чтобы вы начали думать и делать. Экспериментируйте, делайте, берите, рассуждайте. Всё зависит, какие у вас магниты, какой расчёт и всё прочее. Ну, в общем, и всё. А дальше, дальше, работа за вами. Вперёд, ребята! В этом устройстве требуется применение маховика. Маховик должен быть тяжёлый. Принцип работы получается следующий. Смотрите сами. Подходят магниты, их накрывает. Дальше движется эта вся система по инерции и уходит дальше. Это круговое движение. Это одна только часть этого аппарата. Можете попробовать, посмотреть, сами подумать, что лучше, что хуже. Ну, вот настал час и день, когда мы снимаем новый аппарат, созданный. Но более понятно будет сейчас объяснено, в чём здесь дело. Если мы его... Вот сейчас вам разверну и покажу принцип. Принцип заключается в следующем. Вы видите верхние и нижние магниты. Тот магнит находится внизу. На каждой качалке магниты сверху-снизу. На круге магнит только сверху и только снизу. Теперь вам показываю, что энергия, затрачиваемая на движение этого вала и патрона от токарного станка, у вас будет следующая. Поворачиваем. Смотрите, можно поставить сереноид, маленький двигатель, любой. А теперь мы запускаем его. Так. Это движение руки, это движение руки, затрачивается максимум 10 ватт на силиноидной катушке. Но с вала снимается больше. Зазоры здесь сделаны по 1,5-2-3 миллиметра. Вот теперь сами судите. Много ли осталось, чтобы вы поняли, в чем здесь дело? Движение магнитов очень короткое. Очень короткое. Сюда ставим любую эксцентрик, маленький двигатель, а с вала снимаем намного больше. Теперь мы его вам будем рассказывать, в чем здесь дело. Дело в том, что вот эта часть, которая первая стоит и вторая. Если мы сделаем сужение этих магнитов к этому полюсу, магнит будет находиться в состоянии полного неравновесия. Он должен куда-то метаться. Но я показываю вам принцип вначальный, что это можно сделать при помощи эксцентрика или поставить сюда двигатель с эксцентриком. И запитать его на 12 вольт. А сюда поставить на выход генератор на 12 вольт. И вы получите вечный двигатель, который запитывает 12 вольт. Пускай там 30-50 ватт моторчик. Но он будет у вас за счет эксцентрика, где усилие вы не сможете руками даже удержать. Он начнет возвращать все эти магниты. Но величина сила магнитов превышает силу эксцентрика во многие разы. Теперь вы скажете, что где же у нас вечный двигатель? Для тех, кто хочет ругаться матом, сидеть на диване и балду гонять, можете идти смотреть то, что вам нужно. Этот канал предназначен для тех, кто хочет сделать свою жизнь теплее, лучше, разумней. И мат и сквернословие – это оскорбление Матери Божией. Потому что мораль у вас, как я заметил по комментариям, нулевая. Никто не смог в комментариях, кроме одного Юрия Негагарина, понять смысл этого всего. Если вы рассмотрите этот аппарат, вы поймете, что здесь поставлены сзади катушки, чтобы это не болталось. Это точилось, делалось. Вам, может, не нравится, что вам много говорят, много рассказывают. Но без этого не получится. Сам Господь Иисус Христос сказал, «Без меня ничего же творить не можете». И это все, что я делаю, посвящается христианам, которые благочестивы, добронравы, милосердны и прочие прекрасные добродетели. Теперь вам показываю принцип еще один, который вам будет сейчас ясен. Еще раз покажу, как это все работает, чтобы вы поняли. Вот, мы запустили. Работает качалка. Вы видите, что здесь нет никакого обмана. Я раскрываю все. Все полностью для всех и показываю. Даром дано, даром и отдавайте. Ну иди. Даром дано, даром дано. Или отцу, которому за свет уже не за что платить. Потому что Путин всех ограбил. И помолодела у нас страна на 5 лет. Но нужно, чтобы у каждого такой аппарат был. Потому что потом будет показан вам другой аппарат. Уже по другой технологии. В рабочем состоянии. И он будет иметь постоянное вращение. Также вам будут рассказаны моменты, связанные с тем, как сделать двигатель, двигатель внутреннего сгорания без карбюратора, без коленвала, без поршней, без головок. Вы будете удивлены и долго понимать, как это может быть. Я вам объясню всю эту технологию. Постараюсь вам его сделать и показать. Потому что то, что я просмотрел в интернете, посмотрел все, ничего подобного никто не сделал. И этот двигатель, ДВС, он работает на одеколоне, на спирте, на водке. Все, что может воспламениться. Так что, вот так. Ну а теперь, еще раз смотрим внимательно. Вы видите, что сейчас магниты нижние накроются верхними. И произойдет полоборота, полоборота движения любого, любой окружности. То есть, вы уже близки к пониманию, как это должно быть. Нельзя магнит ставить маленький, вот он оттолкнется, он как-то будет. Магнит должен иметь линию, линию своей работы. Примерно это вот так и получается. Вот. Уясните и подумайте. Канал не монетизирован. Я за это ничего не получаю. Это для тех, кто может думать, осмыслить и понять. А если вы будете писать в комментариях мат, издевки, ерничения, я это все удаляю. Потому что противно видеть людей извращенных, уже изгаленных, которые сами уже не знают, над кем бы и над чем бы поглумиться. Вот теперь вы видите, что я двигаю это. Сантиметр моей руки движения происходит вращение. Не то, что там что-то еще. Но будет еще показано много аппаратов, много всего интересного. Можете подписываться на канал, чтобы выпуски у меня будут не частые, но очень будет интересно. Кто-то будет смеяться. А вы попробуйте это. Сами-то все сделайте. Вот вы видите, что магниты накрываются целиком и проходят полкруга. С другой и работает низ вверх, и работаем крест-накрест. То есть получается, что у вас здесь работает, а здесь прижимает. Прижимает с этой стороны и прижимает сверху. Эта сторона прижимает и прижимает другой низ. Все двигатели, которые у меня работают, они все основаны на длинных магнитах. Длинный магнит не производит такой длины. Мы его должны только сделать наборку. Здесь нет залипания, здесь вовремя подача магнита. И все. Ну, в общем, пишите в комментариях. Смотрите, как это будет для вас интересно. Что интересно. Может кто-то скажет еще идею, подскажет. Но то, что я вам сказал, я вам покажу и расскажу. Ну, наверное, на этом для вас, кто получил пользу от этого, пускай может что-то сделать. Кто заинтересовался, пускай задумается. Ну, а кто уже имеет опыт и понимание, поймет, что это по-другому подход этой технологии. А работает оно? Действительно работает. Если вы моторчик поставите на 12 вольт, этот моторчик будет управлять маленьким вращением своего вала на эксцентрикам, он будет вращать у вас большие магниты. То есть управление малым усилием, большим потоком. Это уже принцип тот, который вы хотите увидеть. В розетку даже включите. Потребление будет у вас, если вы захотите от розетки, потребление у вас будет, пускай 500 ватт. Моторчик, 500 ватт поставьте. Но магниты он будет у вас прижимать. Потом я дам схему. Это будет уже на чертеже объяснение, в чем здесь дело. Дам схему и покажу, как переделать электродвигатель, простой электродвигатель, который есть у каждого. Как его сделать, чтобы он превратился у вас в двигатель больше единицы. А вообще, он будет у вас уже вечный двигатель. С любого электродвигателя вы можете сделать, но используется обязательно вот этот принцип. Принцип интересный. А вам будет очень интересно. Набирать магниты можно снизу вверх, а можно и в другой плоскости. Это все для вас. Все, господа. Теперь самый главный для вас момент не посмотреть и пахаять или подсокать языком. Посмотреть и сделать для себя выводы и может даже попытаться что-то сделать. Потому что человек по образу и подобию божьему, он творец. Так сотворите свои, хотя бы для себя, что-то доброе. Ну и для людей тоже. Ну и в общем на этом мы заканчиваем, чтобы вам было понятно. Теперь смотрим, что у нас сзади, как сделано. Взяты подшипники, боковые, которые не дают раскачиваться. Это из элементарных простых вещей. А дальше теперь вам должно быть понятно, что делать можно все, если стараться. Кто ищет, тот ищет способ, а кто не хочет, тот ищет причину. Все. До следующих встреч. До свидания. Ну, вот такое вот видео, ребята, судить вам, как это работает, как это построить. Все оставлю в описании и на ваш суд. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. И обязательно подписывайтесь и делитесь этим видео. Также оставлю ссылочку на Facebook в описании. До свидания.